МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это День города. В студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. С жителями тет-а-тет Павел Молков снова стримил для рязанцев. Спасая жизни, бесперебойная работа рязанской санавиации Испугались и спрятали. Скопинский маньяк Мохов, похоже, вернется за решетку. Городское освещение, ремонт Солочинского моста, строительство соцобъектов. За час прямого общения с жителями Рязанской области в Рио губернатор Павел Молков обстоятельно ответил почти на полсотни вопросов. По большинству из них уже есть решение, заявил руководитель региона у себя в телеграм-канале. Разговор получился информативным. Общение с жителями Павел Молков начал с общественно значимых тем. Первое – городское освещение. Контракты заключены, заявил в Рио губернатор. К масштабной реконструкции сети привлечен местный поставщик оборудования. Всего планируется к замене около 15 тысяч светильников. И вот у новых светильников сразу есть защита от молнии, от перепадов напряжения, от влаги. Сразу установили очень жесткие требования по средней наработке на отказ. Каждый светильник должен проработаться не менее 50 тысяч часов. Не менее 50 тысяч часов непрерывной работы. Срок службы светильника каждого установлен не менее 12 лет. Это гарантийное обязательство. Так что в ближайшее время осветим Рязань, так как она давно уже этого достойна. И вот тоже интересно, сейчас еще отдельно работаем по освещению Кремля. Скоро вместе со световыми технологиями представим жителям полноценное освещение вот этой нашей главной достопримечательности. Еще одна городская достопримечательность – Солочинский мост. Его неудачный ремонт уже притча во языцах. Ошибку в проектировании будут исправлять через суд. Впрочем, по словам Павла Молкова, ждать окончания разбирательства власти не будут. Вопрос этот глубже, чем кажется. Сейчас проводится обследование моста. И оно говорит о том, что через какое-то время потребуется реконструкция его конструктивных элементов. Реконструкция, скорее всего, потребует перекрытия движения. Соответственно, у нас принципиально остро встает вопрос о строительстве моста Дублера. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, мы сейчас, как только судебные все наши процедуры позволят, тут же некоторый поверхностный ремонт на мосту сделаем, для того, чтобы по нему можно было ездить более комфортно. Отдельно Павел Молков прокомментировал строительство соцобъектов в Дашково-Песочне. И школа, и поликлиника здесь точно будут. Сейчас это уже вопрос ближайшего времени. Как и назначение нового министра здравоохранения. Систему ждет комплексная перезагрузка. Новая стратегия у властей уже есть. Я попросил коллег из здравоохранения нарисовать, ну, по сути дела, карту всего нашего региона. Показать там текущее размещение всех объектов здравоохранения и целевое размещение, причем с разбивкой по годам. ФАПы, межмуниципальные центры, больницы, объекты, где будут установлены ангиографы и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому скоро у меня появится такой план развития, который мы обязательно, как я и говорил, согласуем с администрациями, которые в свою очередь должны собрать видение жителей и расставить приоритеты. И тогда уже можно будет дать точный ответ, когда появится вот такой объект. Бесконтрольные свалки и вывоз мусора – еще одна тема для обсуждения. В этом вопросе Павел Малков выступил и таким третейским судьей. Он объявил о создании специальной коммуникационной площадки, скорее всего, на онлайн-платформе. Теперь дважды в неделю власти на местах смогут высказать свои претензии по вывозу мусора регоператору. Вопрос непростой. То есть где-то нужно увеличивать количество мусорных баков, где-то оборудовать площадки, где-то обеспечивать к ним хороший качественный проезд, где-то нужно отремонтировать те баки, которые есть, где-то нужно решить вывоз мусора, который не относится к ТКО. Так или иначе, либо заплатить региональному оператору, либо администрация должна самостоятельно обеспечить вывоз такого мусора. Где-то, наоборот, регоператор должен отвечать за испорченные баки или за регулярность вывоза мусора. Вот все вот такие вопросы предметно будем разбирать на этой площадке. Закупка новой снегоуборочной техники в Рязани на контроле властей. В Касимов Павел Малков скоро приедет снова. А еще не исключено, что в Рязани поставят новый памятник – паровозу. За час общения Павел Малков ответил на 47 вопросов. Число онлайн-зрителей во время трансляции ушло за 1100, а позже на страничке в соцсети появилось более полутора тысяч комментариев. В 2020 году в Рязанской области создана служба санитарной авиации. Медики Центра медицины «Катастроф» областной клинической больницы оказывают первую помощь и транспортируют пострадавших в крупные медицинские центры Рязани и области, а также Москвы. Как работает служба сейчас, расскажем далее. В машине скорой два пациента. Первый – 10-летний парень с ожогами. Второй – грудничок, ему всего три месяца. Но диагноз по-взрослому тревожный – субарахноидальное кровоизлияние. Обоих должны перевести в столичное медучреждение. Вот только не машиной. Это борт санавиации. Приземляется он на площадку в областной клинической больнице. За считанные минуты двух детей транспортируют в вертолет. И машина взлетает. В Москве он будет максимум через 50 минут. Там пациентам окажут всю необходимую экстренную помощь. Главное преимущество вертолета – это время. То есть не то, что время вылета или еще что-то. Само время пребывания пациента в пути. Чем меньше время пребывания пациента в пути, тем прогноз при благоприятных условиях улучшается. Также благодаря появлению вертолета мы более тяжелых больных можем транспортировать из районов в областные центры. Служба санитарной авиации появилась в Рязани два года назад. По нацпроекту здравоохранения. Площадки для приземления есть и на территории перинатального центра, расположенного рядом с ОКБ и ОДКБ имени Дмитриевой. В 21-м приземление стало возможным и в самой областной клинической больнице. 250 вылетов. Практически половина этих вылетов была выполнена к детям. 13 совсем грудных малышей мы эвакуировали с помощью вертолета из отдаленных районов в наши ведущие городские учреждения. 250 вылетов. Статистика практически двух лет работы санитарной авиации в Рязани. Вертолет может быстро доставить пациентов из самых отдаленных районов, при том в считанные минуты, чтобы здесь, в Рязани, им оказали необходимую помощь. Расстояние на даже автомобиле скорой помощи с проблесковыми маячками занимает около 2-3 часа. Вертолет преодолевает это расстояние за полчаса 40 минут. Поэтому вот это плечо доставки, оно значительно сокращается, и мы действительно спасаем жизнь людям. Сейчас врачи уже спокойно вспоминают конец июля 2020 года. А тогда ситуация чувствовалась совсем иначе. Пятилетний мальчик отправился с мамой на работу и получил травмы от металлического контейнера для хлеба. Спецборд вылетел в район в 3 часа ночи. Площадку вертушки организовали на местном стадионе. В Рязань мальчика доставили в 4 утра. После операции ребенка переправили в столичный центр. Сейчас он жив-здоров, говорят врачи. Его жизни ничего не угрожает. И случаев сродни этому сотни помогают всем пациентам, нуждающимся в экстренной помощи в любое время, днем и ночью. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Снова скопинский маньяк Мохов в зоне внимания. В этот раз не из-за шумихи в СМИ, а по вполне серьезному уголовному делу. А причина для возбуждения вполне бытовая. Распитие спиртного. Лицо этого мужчины может показаться знакомым. Но слава эта скорее дурная. На кадрах Виктор Мохов, он же скопинский маньяк. В этот раз, однако, дает интервью не столичным журналисткам, а следователям. Рассказывает, как и куда прятал тело собутыльника. Мы сюда положили. Здесь вы его, получается, оставили? Да. Ну, здесь у меня двое суток. А предыстория до банального простая. По версии следствия, компания знакомых решила отметить день ВДВ. Был среди них и Виктор Мохов, которому, напомним, дом в ночное время покидать запрещено. Видимо, поэтому у него и отмечали. На алкоголь же запрета не было. Вот и произошла бытовая ссора. Из-за гуся сцепились. Ничего, сначала выпили, потом передряга у них началась. Из-за этого гуся. Этот злополучный гусь пропал у Мохова некоторое время назад. И в краже он заподозрил одного из гостей. За хозяина дома вступился его друг. С предполагаемым похитителем они вышли поговорить один на один. Я слышу какие-то там звуки, удары какие-то. И после он заходит, говорят, ребята, я его, по-моему, убью. Как раз здесь Мохов запрет следствия нарушил. Потом он расскажет следователям, как и куда они решили спрятать тело. С целью сокрытия следов совершенного преступления, подозреваемый вместе с своим знакомым в ночное время переместил тело погибшего во двор заброшенного дома. По данному факту, Скопинский межрайоноследственным отделом возбуждено уголовное дело. По признакам преступления предусмотрены части 2 статьи 316 Уголовного кодекса Российской Федерации. Возбуждено сразу два уголовных дела. В отношении Мохова укрывательство особо тяжкого преступления. Его заступнику 105-я часть 1-я. Убийство. Подозреваемый дал признательные показания. В СМИ сообщают, что оба сейчас находятся в СИЗО. И, похоже, свободную жизнь Мохов снова скоро поменяет на тюремный быт. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. Там же, в Скопинском районе, местные полицейские при поддержке регионального управления по контролю за оборотом наркотиков снова взяли с поличным наркокурьера. Ранее в Скопине участились случаи изъятия героина у местных наркопотребителей. Сопоставив все эти факты, оперативники пришли к выводу, что зелья приходят в город из одного источника. Нелегального интернет-магазина. Полицейским удалось установить, что предполагаемый поставщик передвигался на автомобиле с московскими номерами. Его взяли на рассвете у села Гремячка. Инспекторы ГИБДД остановили темный шеврали Ланос. За рулем был 20-летний уроженец Средней Азии. При досмотре авто за магнитолой оперативники обнаружили 80 свертков, содержавших 148 граммов героина. Установлено, что злоумышленник проживал в Московской области и в качестве наркокурьера уже приезжал в Скопинский район. В районном центре полицейские дополнительно обнаружили несколько закладок общей массой 5 граммов, которые ранее сделал мигрант. Следователям следственного управления ОМВД в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Фигуранты избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. С давних времен к полнолунию людей повышенное внимание. И это неудивительно. Раз в месяц Луна открывается полностью, и в это время она кажется более яркой, чем обычно. В августе нас снова ждет так называемая Суперлуния. Уже завтра. Полнолуния, пожалуй, самая интересная фаза Луны, которая своей красотой привлекает романтиков и поэтов. Также полнолуния интересна представителям разных верований, чьи традиции связаны с положениями и фазами Луны. И тех, кто верит, что это особое время месяца, которое идеально подходит для проведения ритуалов, практик и так далее. Это полнолуние, оно третье в летнем периоде. И это полнолуние у индейцев в Северной Америке, оно носит название осетровое полнолуние, потому что это был период самого богатого улова. А самое интересное название этого полнолуния в Китае – это полнолуние голодных призраков. У них даже есть фестиваль, который проходит вблизи августовского полнолуния. Этот фестиваль – он как бы почитание родственников умерших, почитание предков. И все празднества, которые устраиваются, концерты, первые два ряда остаются свободны для голодных призраков. Полная луна, благосклонная для любви и романтики. Главное в этот день не поднимать острые споры, пытаться сразу же отвести внимание от потенциально опасных разговоров. Если провести этот день в романтической обстановке, можно открыть для себя целый фейерверк новых позитивных чувств и эмоций. Важно избежать выяснения отношений с партнером, ни с кому ничего не доказывать, прожить день как можно спокойней в романтическом настроении. Если настроиться на романтический момент, то можно получить массу, скажем так, всего хорошего и от партнера, и от близких. Откажитесь от необдуманных поступков, умозаключений и трат. Перед каждым поступком или словом нужно внимательно подумать. Можно сделать что-то такое, о чем придется сильно пожалеть. Нежелательно обращение ни в какие официальные инстанции. Брать, опять же, кредиты. Сейчас совершенно ни к чему. Вот прям совсем не время. Плюс еще не стоит идти к начальству, просить о повышении зарплаты и вообще переходить на новое место работы. В полнолунии всегда переломный период. Состояние луны нестабильное, оказывает противоречащее воздействие на человека и атмосферу дня. Потому не рекомендуется планировать сложную работу, устанавливать рекорды, а также заниматься тяжелым физическим или мыслительным трудом. Проливные дожди местами с грозами и порывами ветра мучили нас всю неделю. Об этом предупреждали управление МЧС и местные герамицентры таких регионов, как Белгородская, Констромская, Рязанская, Тамбовская, Тульская области. И вот он новый прогноз. Прохладные дни остались позади. Со среды 10 августа началось повышение на 1-1,5 градуса, которое продолжится и сегодня, и в пятницу. По словам специалистов, в четверг воздух прогрелся до 26-27 градусов. В пятницу до 27-28, а в выходные до 30. Мы идем вверх по лесенке, которая ведет в почти жаркое лето. При этом сильного летнего зноя в ближайшее время не прогнозируется. До 32-33 градусов уже не будет. Будет где-то в районе 28-30. В ближайшее время обойдется без осадков. Они пойдут несколько позже, где-то с 17-18 августа. А пока выходные будут солнечными, яркими, почти жаркими. Теплая погода сохранится всю вторую десятидневку августа до 20-го числа включительно. После 17-го августа ожидаются кратковременные дожди, но при этом днем температура будет подниматься до 23-26 градусов. Пока лето не очень торопится покидать наш регион. Еще больше новостей на нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова